Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем вас. Приветствуем. Сегодня у нас такая будет тема, я бы назвал ее базовой, некий фундамент, из которого многие вообще вопросы, которые связаны с духовностью, с деньгами, с уверенностью, вот это все, что получается происходит в этом мире, это борьба за энергию, если так вот буквально посмотреть, вот у кого ее больше, тот круче, если буквально, да, у кого меньше, хуже живется. Итак, сегодня у нас такая беседа о главном, и мы поговорим с Даниилом на тему сексуальной энергии. И для меня почему еще вот эта тема очень актуальна стала, потому что я в свое время очень много прыгал в духовность, в познание, как материально себя прокачивать в этой жизни. И порой ты заходишь в какой-то тренинг, и вроде тебя вдохновляют, а потом ты уходишь и джик-джик-джик-джик, и не работает. И потом в какой-то момент я начал осознавать, а почему не работает, а потому что тебе просто тупо энергии не хватает, чтобы дальше включиться и поправить дальше. И я родился, как бы у меня с детства слабое здоровье было. И для меня, как бы, вот есть некоторые люди живут, у них такой ресурс большой, и он даже не понимает, он вроде может где-то сливать энергию, тратить, и его как-то прет. Но есть, я думаю, мне подобные люди, которые живут без такого ресурса. И я очень сильно нашел эту связь прямую у себя с потерей сексуальной энергией, и сразу же прям ты тратишь эту энергию, и у тебя все сразу по финансам, по привлекательности и так далее. И вот для меня это вообще такая базовая тема, благодаря которой ты становишься мощным, сильным, и перепрыгивая ее, когда бежишь куда-то в духовность, тебя жизнь все равно начинает туда возвращать, потому что это такая тема-то базовая. А что тебя вообще завело в эту тему, в познание этой темы, что ты сейчас это преподаешь, я не так давно прошел твой тренинг здесь на Бали, классно для меня, многие вещи встали вообще на свои места, потому что у меня тема, было как-то все разбросано, эти знания были, я что-то практиковал, что-то непонятно было, тут как бы оно все подсобралось, просто раз, вот я стал это делать, и начал прям чувствовать, как вот это наполнение пошло. А что тебя привело в эту тему? Всем привет! Слушай, если честно, ну как бы если вот совсем честно, то вот пространство и привело. Еще темой познания сексуальности, тантры, даотскими практиками и в целом все, что связано с энергией, с удовольствием, с ресурсом. Интересовался я достаточно давно, начал интересоваться еще с 2001 года, начал посещать семинары, мастер-классы, тренинги, тогда это правда, тогда первые такие, какие-то начальные шаги в тантру, но тогда это не называлось тантра, тогда это называлось телесно-одиентированная терапия. Ага. И вот все, что раскачивало так или иначе энергию, собственно, я родом с Украины, с Киева, и вот с 2001 года посещал огромное количество всего в разных уголках Украины, потом СНГ, потом планеты, и так или иначе я это делал в первую очередь для себя. У меня были холдинг, у меня были бизнесы, ну то есть сказать, наверное, года 4 назад, что я буду жить на Бали, заниматься, рассказывать мужчинам про сексуальность и про какие-то там практики, ну как бы я просмеялся и сказал, что это просто невозможно. А пространство так вывернуло, опять же, сексологическое образование, как сексолога я получил чисто случайно, у меня, мы были в Киеве, у меня любимая говорит, слушай, там вот в Москве сейчас будет, еду получать образование сексолога, я говорю, слушай, я тоже хочу, поехали. И вот так получил я первое образование сексолога, несмотря на то, что я тут в теме как бы давно, потом второе, потом третье, и вот сейчас вот как-то на Бали, я столкнулся с темой разделения, начал практиковать, у меня получилось, и как оказалось, одно из то, чем мне, исходя из дхармы, да, то, чем мне надо заниматься, и то, что нужно давать людям, пропуская через свой опыт, оптимизируя под современные задачи, это как раз танкросексуальность и вот эта вот вся штука. Вот разделение, ты вот эту фразу сказал, может быть, она еще не всем понятна, то есть вот поясни, пожалуйста. Мужчина в целом, да, он заточен на то, чтобы энергию отдавать, и когда мы занимаемся сексом, когда мы делаем что-либо, в любом случае, мы вот сейчас сидим, общаемся, это тоже некий энергообмен. Сексуальный энергообмен и в целом сексуальная энергия является базовой, то есть мы как некий сосуд, да, вот как чайник с чаем, да, и сексуальная энергия, она спит как бы на втором центре. Первое – это защита, второе – это как раз-таки удовольствие, третье – реализация. И для того, чтобы мы пришли в любовь, для того, чтобы мы пришли в духовность, для того, чтобы мы пришли в целом в баланс, нам эту энергию где-то надо культивировать, брать, нарабатывать. И как-то вот так сложилось, что в постсоветских широтах, да, секса в принципе не было, что такое энергия, ну, как бы, вот оно так было очень перекручено, переверчено, и в какой-то момент я понял о том, что у меня достаточно было энергии, но я понял, что ее просто так сливать и тратить куда-то, то есть я четко отследил, да, что у меня есть ресурсное состояние, есть нересурсное состояние. Вот, то есть реально ты это вот на себе ощущал тоже, да? Да, мы когда со второй женой познакомились, и в какой-то момент, мы когда сексом занимались, почему я как бы пришел в эту тему, после секса у меня вот такое впечатление, что, знаете, каток переехал, и я себя восстанавливал, то есть есть любовь, есть привязанность, есть много сфер закрыто, и в многих сферах есть некий коннект и взаимообмен, как бы все хорошо, но в плане сексуальности, в плане секса, секс, и три дня я просто себя соскребаю, то есть это абсолютно нересурсное состояние, и потом вот один из переломных моментов, я пошел изучать, почему и, собственно, что с этим сделать для того, чтобы не... Это вообще, да, базовая тема, получается, что для любого мужчины, сколько вот я тоже в эту тему начал когда вгрызаться, это вообще такая базовая вещь, когда ты чувствуешь, ну, я типа крутой, да, то есть что у тебя есть энергия, действительно, то, что ты привел пример, сосуд, это получается такой сосуд, который у нас наполняется, в какой-то момент он как изобилием становится в финансовом плане, привлекательности, ты такой становишься какой-то яркий, энергичный, это наполнение, а у нас как будто дырка там снизу пробита, и постоянно сколько бы ты, да, то там сливается, и потом оно, я на себе даже так заметил, что оно настолько пробито, что надо сделать в определенной практике, чтобы запечатать эту штуковину, иначе, чтобы это как-то приподнять, иначе оно сливается, причем я замечал даже, ты знаешь, наблюдения такие были, вот после перестроечного времени, когда началось нашествие порнографии, вот этой сексуальной рекламы, я прям заметил прямую какую-то связь, как целом мужчины вдруг стали слабеть, и я это вот увидел просто от того, что очень много сексуальной энергии начало сливаться в целом, как у мужчины, а когда он в себе это культивирует, то, соответственно, вот эта энергия набирается, и это же есть и уверенность в себе, ты совершенно другой, а вот это когда, это же базовая вещь, да, получается, о ней хочется вообще всем рассказывать, мужчинам, цене. Да, и сейчас еще немножко я не рассказал, что такое все-таки разделение. Разделение это имеется в виду оргазма и экуляции. Мужчина, испытывая оргазм, экулирует, экулирует он, и все мужчины об этом знают, о том, что после экуляции хочется спать, и в целом, ну, организм перезагружается, расслабляется, и состояние не очень ресурсное, то есть нужно ждать какое-то время, в сексологии называется это рефракторный период, когда у нас снова возникает ресурсное состояние, желание идти в секс, ну, и в целом вот эта вот потенция продолжать, да. И даосы, это еще первое упоминание о, в принципе, даосских практиках, еще задокументировано более трех тысяч лет назад, и там описаны все практики для того, чтобы мужчина мог, во-первых, нарабатывать эту энергию, во-вторых, во время секса ее не сливать, то есть даосы предлагают разделить, есть у оргазма, у мужского, есть две составляющие. Это экуляция и некая энергетическая составляющая, некая вот эта вот эйфория и приятное ощущение, тот самый оргазм. И при помощи абсолютно, ну, несложных, незамысловатых практик можно эти два процесса разделить, тем самым мы испытываем те же самые прекрасные ощущения удовольствия, наслаждения в виде оргазма. Физически все происходит то же самое, просто за счет того, что мы не теряем семя. Ресурсное состояние, во-первых, сохраняется, во-вторых, во время секса, в какой-то момент секс перестает быть просто для удовольствия, становится некой практикой, в том числе для выработки, для наработки этой самой сексуальной энергии, для удовольствия в первую очередь. И когда теряется вот эта вот конечная точка эякуляции, да, и боязнь потерять эту энергию, боязнь не продолжить дальше, боязнь там много чего, да. Когда это теряется, тогда наступает тантра, тогда у нас нет конечной точки, тогда мы можем и как бы это естественно, можем наслаждаться самим процессом и как бы без конечного результата. Это получается, что напоминает такой, знаешь, счет в банке, на котором не кончаются деньги. А когда у тебя, ну, мужчина кончает, то это такой, ну, нолик такой, ты попадаешь в этот нолик, и я бы вообще вот эти знания, наверное, считаю, что нужно преподавать, вот, когда половое созревание происходит у мальчиков, да, когда вот голову эти ударяют гормоны, да, то вот эти знания уже владеть, потому что сколько действительно сливается энергии, и какая-то, ты же слабость чувствуешь, ты понимаешь, какая-то как маленькая смерть. И плюс, это же семьи более крепкие, потому что по статистике огромное количество женщин, да, они не испытывают оргазм, это 75%. 75%, да, то есть это же большая беда в обществе, то есть как бы люди не отгораживались с этой темы, но это же базовая вещь, которая ведет к счастью нас, в принципе, как человека настоящего, да, такого, не с опущенной энергией, а который ее накапливает и начинает что-то созидать, расширяться, да, идти больше, чем в своей семье. Тут еще знаешь, какая история. С одной стороны, мы говорим сейчас про энергию, а с другой стороны, мужчина и женщина, это как бы это инь и янь, да, это две энергии, опять же, которые соединились для того, чтобы приумножиться и развиться, в том числе и проработаться, конечно, без этого никуда, мы в Калиюгу живем, очень интересное время для внутренних процессов и проработок. Но так или иначе, когда мы копнем чуть-чуть глубже, то мужчина и женщина, в тот момент, когда они приумножаются, у них должна быть сонастройка и у них должно быть коннект. И все прекрасно, ну, слышали такую вещь, да, у многих это на уровне слов, но тем не менее это работает, что женщина может своего мужчину сделать миллионера, а может сделать бомжа, ну, или там алкоголика, да. И алкоголики получаются почему-то чаще в современном мире, да, чем миллионеры. Но тем или иначе, это энергообмен. Когда мужчина, во-первых, умеет, во-вторых, знает, в-третьих, понимает, как он работает, поскольку он ведущий, да, может удовлетворить, насытить и раскрыть свою женщину, женщина, конечно же, отвечает вот этой самой энергией, во-первых, удовольствия, во-вторых, наполнения и вот этого ресурсного состояния вдохновения, когда мужчина идет и открывает компании, покоряет, ну, в общем, когда он реализуется. Потому что мужчине для себя реализовываться, ну, скажем так, для большинства это не очень мотивирует, да. Он купил себе машину, он купил себе квартиру. В целом у него все стабильно. Ну, если бы не женщина, как говорят, мужчина, как в пещере бы жил, вот минимализм такой. Шива сидел, все медитировал, пришла шахта и все, и вся жизнь понеслась. Ну да. Вот, и поэтому вот эти вещи, если бы нас учили о том, что есть не только тело, да, не только физика, не только физиология, но еще и некая составляющая энергии, а даже прагматики, вот мы снимали видео с Андреем, в любом случае они понимают, что есть некая энергия. И сексуальное влечение, оно изначально даже на уровне, как бы, механики энергии, сексуальной энергии, да. И когда мы понимаем, что есть некая энергетическая составляющая, есть некие чакры, как устроен мужчина, как устроена женщина, как приумножаться, да, как не сталкиваться лбами друг к другу, а как приумножаться, как развивать себя, да, как включать творчество, как, то есть, как направлять, культивировать и направлять свою энергию в те русла и те сферы, которые действительно вы хотите там приумножиться и как бы развиться. И вот это, конечно, было прекрасно. Извините, сейчас еще очень важную вещь добавлю, для зрителей. Мой учитель по йоге, он сказал такую вещь, мы с ним про разделение разговаривали, он говорит, ты знаешь, у него сильная половая конституция, это когда хочется часто. И при сильной половой конституции таким людям вполне себе, естественно, хотеть несколько раз в день. Раз в день или несколько раз в день. И до там лет 35, наверное, он говорит, ты знаешь, у меня, вот у меня как что-то там перещелкнуло, но обратно не отщелкнуло. И у меня, говорит, женщин было огромное количество, ресурс позволял. И, конечно же, иногда было их по нескольку раз в день разных. Но, говорит, ты знаешь, сейчас я вот смотрю на свою жизнь, как бы проматывая в обратную сторону, я понимаю, что у меня есть предназначение и миссия на эту планету, зачем я сюда пришел. И мне на это дана ресурс, энергия. И говорит, я понимаю, сколько я энергии слил просто так впустую, и что бы я мог сделать, как я мог бы реализоваться, если бы я просто ее не тратил, вот прям как не запускал фейерверки, как бы. Это, конечно, была бы другая жизнь. И то, чем я принес на эту планету, то, чем я поделился, это, конечно, совершенно в разные вещи были. Классно ты вот это тоже сейчас сказал. Потому что, действительно, я вспомнил область тьмы, фильм, да, когда он там съел таблетку, и у него там 100% активация мозга произошла, и он такие дела вершил. И, по сути дела, у нас здесь то же самое, когда ты приходишь с огромным количеством энергии, мы думаем, живя, что если у тебя нет проблем, ты не болеешь, это нормально. Но на самом деле есть намного круче, чего мы вообще, на что мы способны. Мы даже просто привыкли как бы среднестатистически мыслить, ну, все нормально, не болеешь, нормально. А наши способности же настолько велики, и действительно, благодаря этой энергии, помимо того, что это удовольствие, там, уверенность, да, и с партнершей и так далее, ты же еще сверхспособности начинаешь через нее в себе развивать. Даже это не сверх, а, скорее всего, наши изначальные способности. Просто мы немножко тут подуглохли, ослепли чуть-чуть, да, это начинает раскрываться. Скажи вот такой еще момент. Тема, вот, для меня она до сих пор интересна, и многие об этом вот говорят, и я это на своем опыте проживал. Не знаю, как это для тебя. Совмещение все-таки изначально партнеров, да, девушки, парни, мужчины, женщины, чтобы это было круто, когда это на всех уровнях. Вы как друзья, и как любовники, что вы друг для друга, ну, сексуальные, вы друг друга возбуждаетесь, зажигаетесь. То есть, по сути дела, это такая энергия, что вы встречаетесь, и вы так, у вас огонек разжигается, и вы начинаете еще что-то совершать. Вот это же важный аспект в такой встрече, да, когда вот люди хотят познакомиться, встретиться, чтобы не просто вы друзья были. Вот у меня так было в жизни, что мы были друзьями, ну, и мы очень долго были друзьями. А у нас, когда в плане секса, плохо было вообще никогда, мы не зажигали друг друга. Мы в эту тему изучали, изучали, но так, потом, когда осознали, мы так и расстались с друзьями, но столько было потеряно времени, да, и вот важно вначале все-таки вот это тоже учитывать. Совпадение вот оно и есть какое-то, когда ты встречаешься. Прекрасно тебя понимаю. У меня за плечами, помимо, вот этот третий, вот не поворачивайся назвать это слово браком. Союз. Союз. Первый мы с супругой чуть не поубивали друг друга, мы в 14 начали встречаться, в 20 поженились, в 22 разошлись. Очень темпераментно, и очень много было любви, очень много было страсти. То есть страсть была, да? Да, да, да. Но не хватило как бы осознанности и опыта, да, жизненного. То есть мы в какой-то момент ушли в жесткий деструктив, и мы поняли, что окей, хватит, потому что просто друг друга, просто дальше уже, ну, совсем, там, когда мебель крушилась, с машины я иногда прям в лесу где-то все выходить достал. Вот, опыт. А второй брак, как раз-таки, мы соединились на уровне дружбы, на уровне вот какой-то бытовых, каких-то все вещи бытовые были закрыты. Какие-то вообще цели. Закрыты, цели, да. И в целом нам очень хорошо было. Но с сексом вот как бы не сложилось. Но опять же, во-первых, очень важно, что те люди, которые начинают задаваться вопросом, вот этим вопросом, да, а как сделать так, чтобы это было хорошо. Это первая ступенька к тому, чтобы получить эти знания и пойти туда. Эти знания есть. И если мы берем... Мне очень нравится индийская культура в ее изначальном как бы состоянии, да, когда через джойтиш, джойтиш – это древняя индийская астрология, старейшины соединяли людей. То есть мужчина не видел женщину до того момента, пока они не соединялись с союзом. И старейшины подбирали эту пару, исходя из планеты, исходя из вот таких установок тела, как говорит моя любимая, из многих параметров. И в джойтише достаточно много этих штук можно просчитать. И действительно, такие пары были достаточно гармоничны и успешны. Сейчас можно, опять же, есть human design, есть астрология, есть джойтиш, есть соционика, есть огромное количество знаний и практик понимания, как «кто я такой?». Вот пока вы не ответите себе на вопрос «кто я такой?» и «о чем я?», есть определенные эмоционалы, есть неопределенные эмоционалы, есть в астрологии там «восьмой дом сексуальности», «мистики», «эзотерики». И изучение себя со всех аспектов и прежде всего честно быть самим собой, кто я такой и про что моя жизнь, это первая ступенька. Вторая ступенька – это про честность. Ну вот как я это вижу, да? Когда встречается мужчина и женщина, мы начинаем… Нас так научили играть идеальную роль себя. Ну мы… Приукрашаем. И на другого-то смотрим его приукрашая, если не понравился. Если не понравился, то сразу у нас свойство такое не… Да, если понравился, тоже включаются гормоны, вот эта вот самая влюблённость, и мы вот одеваются эти розовые очки. Но если в этот момент вы честны с самим собой, вы играете не идеальную версию себя, играете себя. И ваш партнёр… Либо вы можете разглядеть его суть и о чём эта встреча, да? Либо в идеале, конечно, когда ваш партнёр тоже играет самих себя. И тогда, несмотря на вот эти вот все гормоны… Гормоны – это как наркотик, да? Который вот впрыскивается в кровь, для того, чтобы мы продолжили свою эволюцию, продолжили свой род. И в этот момент, конечно, когда люди честные, когда люди знают, кто я такой и чего я хочу от отношений, то есть когда они созрели и идти в эти отношения. Это как бы третья ступенька. И, конечно же, помогает в этом всём сексуальная сфера, очень важная сфера в целом, да? Потому что это удовольствие, это энергообмен, это… Да тут же вообще получается, что это некий, ну, с одной стороны, химический процесс, да? То есть когда запах там всё… Ну, то есть вы друг в друге включаете это, да? То, что вас оживлять начинает. А с другой стороны, если идёт несовпадение, то вы отравляете друг друга, то есть идёт, я такое замечал… Токсичные отношения. Токсичные отношения они становятся в буквальном смысле на этом уровне. И получается, что вот это совпадение, если вы действительно честны с собой и так далее, то они, ну, конечно, эта жизнь будут проработки, да? Но вы ради этого, то, что у вас уже есть изначально, вы готовы уже идти дальше. Но когда этого нет, да, то ну и всё тогда разрушается отношения. Да, и тут ещё очень важная, знаешь, какая штука, тоже хочется проговорить. Есть ещё такое понятие, как мотивация на отношения. Это очень важный параметр. И сексология. Сексология имеется в виду половые конституции. Тоже про половые конституции, потом вернусь к мотивации. Половые конституции – это наш заводской сексуальный метаболизм. Это в нашем теле созревает желание к близости, желание к взаимоотношениям, желание к сексу. И это очень важный параметр, потому что сексология выделяет три типа половой конституции. Слабая – это те люди, для которых нормально абсолютно заниматься сексом раз или несколько раз в месяц. Это очень условно, но тем не менее. Средняя половая конституция – это те люди, для которых абсолютно нормально заниматься сексом. У них созревает это желание несколько раз в неделю. И сильная половая конституция – это когда у людей созревает желание иногда раз в день, иногда несколько раз в день. Ну, я тебя понимаю. И когда встречаются люди с… когда люди не понимают вот этой вот нюансов, да, и когда они встречаются, сильная и слабая половая конституция, можно жить вместе. Но это непросто. Ну, почему? Потому что у одного будет, у сильной половой конституции постоянно будет голод, да, потому что постоянно не будет хватать. А у слабой половой конституции это будет какое-то членовредительство, да, почему он постоянно, он какой-то извращенец-маньяк, почему он постоянно от меня секса хочет. Вот она, да, вот простые вещи, которые просто элементарно, и потом люди порой начинают это заглушать, типа, духовностью, там, еще чем-то, да, но обманывая себя, а нутро-то просит, если у тебя сильная эта энергия, да, ее можно сублимировать, но опять же целостно развиваться при этом есть нюансы. Просто если бы это нам рассказывали на уроках биологии, забыл, как называлось. Какой урок? Биология, валиология был такой урок, в школах начали преподавать отношения мужчины и женщины. И в целом в институте, ну, то есть вот такие какие-то базовые вещи, да, кто я такой, какие бывают люди, что мы все разные, потому что в Советском Союзе, к сожалению, все были вот как-то. Да, да, нам вообще получается, что я вот начал недавно именно создавать такой курс инструкции к счастливой жизни, именно базовые вещи, которые нужно давать на уровне школы. Инструкции, вот мы покупаем новый телефон, там есть инструкция, машина, да, ты читаешь, что надо делать. А мы такие пришли и начали бегать здесь, а инструкцию-то ты почитала, вообще, что делать? С отношениями, да, с собой, это же ты еще и с собой, а потом ты начинаешь еще друг, перед тобой женщина, это вообще целое, совсем другое место. Ты смотришь, кто это существо? И ты начинаешь прикладывать как к мужику, к ней поначалу, да, по незнанию, она как-то совсем другая. Да, и тут еще, знаешь, что хочется сказать? Очень важная вещь о том, что вот наша славянская такая кондовая, кондовый наш ментал, который... К телефону есть инструкция, к машине есть инструкция, к микроволновке есть инструкция, но большинстве из нас, пока мы это не поломаем, ее не почитают. Ее не почитают. К айфону есть инструкция, ее надо скачивать, с телефоном ее нет, ее надо скачивать там смотреть. Я, что я, не мужик, я сам разберусь, Вот, и к нашей жизни есть инструкция, на самом деле, если мы пойдем немножко глубже, есть инструкция, есть веды, я не говорю, что это последняя истина, последняя инстанция, но тем не менее, там много опыта, проверенного временем, есть астрология, есть, ну вот, human design, много чего есть, и в целом, если ребенку давать какие-то базовые вещи, да, как устроена эта вселенная, как устроен мир, как, что есть, что интересы жизни, это не просто родиться, пойти в садик, пойти в школу, пойти в институт, всю жизнь отпахать на работе и там помереть, в лучшем случае, мужчины, кстати, умирают намного раньше, чем женщины, это тоже такой, есть ответ почему, да, в славянских широтах, вот, и в целом инструкции нету, а как прожить эту жизнь, ты знаешь, я когда-то очень задавался вопросом, у меня открытый G-центр по human design, и у меня вопрос, кто я, он как бы всегда был, и он первичен, куда бы я ни приходил, кто я, и через других людей приходит некое понимание, и складывается моя картинка целостная, кто же я такой на самом деле, и про что я, и поэтому это очень важно, и вот эта вот инструкция, если бы нам ее выдавали при рождении, что у меня есть таланты, да, почему у одних все получается прям вот ух, а у других прям через пень-колоду, они там, потому что профессия не та, потому что таланты другие, если мы не используем свои таланты, а у всех эти таланты есть. Ну это дары, которые мы приходим в этот мир, мы должны поделиться и... Да, если наши родители сравнивают нас с Колей, Васей, Петей, если мы эти таланты как минимум про них не знаем и не реализовываем, да, то эти таланты нас начинают, это же энергия, да, нас начинает тыкать, дружище, посмотри, набрати на меня внимание. А узнать об этих талантах мы можем опять же через других людей, через зеркало, через тех людей, которые нас зеркалят и подсвечивают, потому что все люди разные, да, и когда, ну в общем предназначение мы немножко вернемся. Сейчас хочу мотивация на отношения, про отношения. Очень важная штука, что мы врем постоянно все и себе и остальным, как бы это не вранье в чистом виде, да, а это искажение истинных понятий, это как тантра, да, когда мы смотрим на мир и видим его таким, какой он есть, не через призму своего эго-восприятия и всего остального, без ожиданий, без всего остального. Так вот, к сожалению, многие из нас идут в отношения, потому что он жил рядом, потому что мне уже года там подкатывают, да, и мне нужно, ну как бы все идут в отношения. Я бы, знаешь, так, наверное, можно было вот так показать, есть страх или любовь, и получается, что большая часть отношений, когда ты начинаешь смотреть, они создавались из страха, и если ты, ну, в этом мире начинаешь жить из страха, то, соответственно, ничего хорошего не создастся, да, то есть, то, что ты сейчас начал говорить, страх остаться вдруг одна, знаешь, сколько лет тебе уже, да, страх, а если бы это было просто, ты вот из состояния наполненности хочешь ждать, что ты по-другому, то есть, и получается, отношения с удовольствием брать и бояться, то есть, мы боимся. Да, и при этом все, знаешь, еще какая, мозг, мозг это прекрасно, мозг это прекрасный инструмент, но просто, опять же, к нему тоже есть инструкция, к тому, что есть ожидания, ожидания, особенно женщины этим грешат, когда у нее есть 50 пунктов, как должен выглядеть, ну, как, каким должен быть мужчина, для того, чтобы явно на него, как бы, среагировало, да, помимо психологии, помимо, там, детских травм, всего-всего-всего. И, короче, если там часть из этих пунктов, они, как бы, галочки простроились, о, это уже неплохо, да, а я пойду посмотрю, а что ж там будет, ну, то есть, галочки совпали, и мы выбираем нашего партнера, исходя из наших ожиданий, или девочка красивая, но она же красивая, ну, может, не умная, но зато красивая. Я вот к друзьям прихожу там или куда-то прихожу. Ну, это, опять же, свою неполноценность детскую, мы же, по сути, как больные люди встречаемся, травмированные, да, и ты, получается, доказываешь другим, что ты крутой, рядом с тобой, вот эта красота, но она тебе, в общем-то, так и не нужна, на самом деле, по-честному это было. Да, да, и когда мы партнера, к сожалению, выбираем нашим мозгом, нашим умом, нашими ожиданиями, а не нашим сердцем, вот так оно как-то и стыкуется. И мотивация на отношения, это очень важный такой пункт, для чего мне нужны отношения, кто я такой, чего я от этих отношений хочу, когда мы себе, ну, не то чтобы, когда мы понимаем, что я вот такой вот, да, я хочу вот такие вот отношения, мои отношения будут про любовь, мои отношения будут про открытость, про честность, это не пункт, это не пункты, да, как бы красивый, умный, с машиной, с квартирой, там совсем, а это реальные ощущения, когда, чего я хочу на самом деле. И когда, конечно, встречается другой человек, мы уже его оцениваем не на уровне нашего ментала, а на уровне наших ощущений, тогда, конечно, вот больше, намного возрастает вероятность, что пазлики все-таки совпадут. Тут, наверное, можно еще такой момент обратить внимание, что, когда встречаются половинки, это такое половинчатое существо, которое канделяет на одной ноге, ему кто-то другой нужен. А наша задача стать целым, да, не случайно кольца нарисованы, это два целых, которые соединяются, и когда ты целый, у тебя уже меньше претензий к другому, ты самодостаточная личность, тебе хорошо. Ты начинаешь излучать, и ты начинаешь такого же целого. И вот оно, наверное, да, какой-то вот тоже, одна из инструкций к счастливым отношениям, это просто, ну, стать счастливым и не ждать ничего от этого. И в этот момент мне вот тоже понравилось, когда на семинаре у вас в Санэле спросили про отношения, ну, тоже мне понравилось, что сказали, ну, сегодня мы не знаем, как будет завтра. И это тоже некие заявления целостного личности, когда мы зацеплены за другого, мы живем в страхе его потерять. А когда ты говоришь, ну, не знаю, что будет завтра, да, ну, сегодня мы друг для друга вот так, да, да, даем какие-то отношения, создаем это, что будет завтра, мы не знаем. А не так, что всю жизнь там будем, то есть там такие пункты есть, вот эти вот свадьбы, когда они какие-то исполовинчатые. Слушай, ну, на самом деле, если кто-то выходил замуж или женился, да, в ЗАГСе вам дают расписаться на бумажке. А кто-нибудь из вас задумывался о том, что на этой бумажке написано, и под чем вы на самом деле ставите подпись? И это очень, ну, как бы смешно, потому что вы ставите подпись под тем, что ваше имущество нажитое в браке будет разделено пополам. Пора любой, парад нашей, давай, вот такая вот штука. Контракт, о, вы создали. Да, да, общество с ограниченной ответственностью. И вот так вот наша жизнь, тем не менее, когда ответственность мы за отношения брать не хотим, а общество с ограниченной ответственностью, ну, у меня просто прошло бизнес, это когда, ну, если что, то, ну, имущество компании, оно как бы будет арестовано при самом плохом раскладе, да, но своим личным имуществом и имуществом, как бы все, ну, вот юристы меня консультировали, Я такой, ооо, это неплохо. И не беря на себя ответственность за ваши отношения, за ваше состояние, за то, куда вы идете и зачем вы туда идете, к сожалению, получается то, что получается. Люди не идут в глубину, они встречаются. Они встретились для того, чтобы совсем примитивно проработать свои какие-то вещи. Ну, например, приходят люди на консультации, чаще это женщины, и мне не хватает любви или я хочу любви. Да, зачем тебе отношения? Я хочу любви. И знаете, если вы эту любовь не добудете в себе, не откроете свою собственную любовь, то, к сожалению, вы встретите того партнера, который тоже ищет любовь. Это как зеркало, ты ищешь, руку тянешь и встречаешь такого же, который тебе тоже, дай, дай, и они друг другу живут, дай, дай. И они вдвоем встречаются для того, чтобы открыть в друг друге любовь. Но проходит какой-то очень короткий промежуток времени, они стыкаются на том, что это же надо работать, но отношения это тоже некий процесс эволюции. А привычка искать надо. А его цель эволюционировать, идти в глубину, как бы сталкиваться с своими тенями, с тенями партнера. То есть я со своими еще не разобрался, тут партнер начинает чудить, права какие-то качать. Я же хотел о любви, я хотел о любви. Ну и понеслась. И все, следующие отношения, следующие отношения, следующие отношения. И они причем даже по ухудшению идут, потому что урок-то не пройден, и боль еще больше получает в следующих отношениях, где они более короткие. Во вселенной у них чувство юмора, она такая, ну так не понимаешь, на тебе вот такого партнера. И так не понял, ну на тебе вот такого партнера. И если мы опять же не развиваемся, не эволюционируем, то отношения могут быть так, а могут быть вот так. Ну и тема сексуальности, да, вот так еще резюмируя, можно сказать, что она же еще с самого детства, когда ребенок начинает себя познавать, трогать свое тело. Если у родителей подавлена вот эта сексуальность, да, то они начинают их ребенки транслировать, ну то, что им так делали, да, то есть нельзя туда, то есть как будто бы там какая-то красная зона, куда нельзя заходить, да, то есть ты можешь нос потрогать, да, можешь на ноге палец потрогать, ты можешь даже коленку потрогать. Но вот здесь нельзя прикасаться, да, то есть тема-то с детства же она. Если родители уже проработаны, у них же дети уже более свободные живут, у них нет запрета, это не значит, что они там направо-налево пойдут, они просто энергичные, они уже... Да, к сожалению, недавно у друзей родился ребенок, мальчик, я приезжаю по каким-то делам, я не помню, и ребенка, ну, он вообще маленький, ну, там, два годика, наверное, полтора, то есть я как-то приезжал, а тут я прям зашел, у него там какой-то процесс был, они с ним играются, и он лезет к своему члену, и там что-то пытается выяснять. И реакция у взрослого человека, что это некие признаки, выглядит как анонизм, а для маленького ребенка, что у него нога, что у него рука, что у него ухо, что у него член, вообще никакой разницы, он исследует этот мир, и для него еще нету хорошо-неплохо, это такая же часть тела, как и все остальные. И вот особенно правильное воспитание детей очень много чего дает. И поэтому я когда встречаю, ты знаешь, наша культура, ну, славянская на виду, и когда я встречаю, вот я встретил человека, мужчину, который преподает разделение, управление мужской сексуальной энергией, он с Нью-Йорка, и мы с ним общались, и это вообще разные люди, то есть у них сильно меньше наслоения вот этого корявого воспитания, корявого детства. Можно, наверное, сказать, что у них не такая большая палитра жопы в жизни, и поэтому у них, ну, как бы они настолько многогранные, но они более целостные, что ли, то есть как-то вроде как все по-одно, но как бы по-разному, ну, вот как-то вот так. Ну что ж, в общем, тема сексуальности, она всегда здесь будет, пока мы живы, потому что это базовое, то мы, можно сказать, родились благодаря этому, а это, ну, священный вообще-то процесс получается. И вот эта тема, наша задача, как бы, те знания, которые ты передаешь, да, которые ко мне тоже приходят, делиться этими знаниями, и помогать людям просто снять вот этот замок, эту тень вот эту убрать, да, просто как есть на себя посмотреть, вспомнить, кто ты есть на самом деле в плане сексуальности, в плане твоей духовности, на всех уровнях, чтобы мы развивались, иначе мы какие-то становимся неполноценны, ну, не используем на 100% вот это вот, вот это то, что у нас есть, вот эта биооболочка в этой жизни. И тогда мы сейчас уже будем завершать, и, наверное, резюме такое подводим, что если вдруг сейчас вот для тебя, смотрящего, эта тема очень актуальна, то мы рады поделиться теми знаниями, вот обращайтесь к Даниилу, пишите нам, и мы поделимся тем, что мы уже познали, потому что, ну, я помню на своем опыте, сколько было этих запретов и ограничений, когда это начало растворяться, то ты начинаешь по-настоящему жить, у тебя, по сути дела, тантра вообще начинает со вселенной случаться, ты восхищаешься всем, потому что вот этот позыв, это позыв Творца, когда ты восторгаешься чем-то, и ты начинаешь созидать, если ты смоешь на девушку, это нормально, у нас сразу там что-то ёкает, вот такое, а ты просто хорошо энергию пропускаешь, а теперь смотришь на дерево, на бабочку, и ты тантрично становишься со всем этим миром, и ты становишься настоящим живым человеком, а не таким черно-белым, который что-то там прячется и замыкается в себе от этого все больше и больше. Ну и хочется сказать несколько слов по поводу тантры, сейчас Костя рассказывал, я такой смотрю на эту картину с той стороны экрана, ну или людей, которые смотрят это видео, боже, сидят каких-то два чувака, я чувствую бабочку, я чувствую там дуновение ветра, я чувствую аромат цветов, которые находятся вот там вот на дереве, там в 20 метрах от нас. Друзья, во-первых, знаете вы что-то про вашу энергетику, про вашу сенсативность, про ваш внутренний мир, не знаете, оно у вас есть. И тантра это такая штука, знаете, которую почему-то в современном мире сравнивают с сексом. Смотрите, тантра это не сексуальные практики, это вообще ничего, тантра к сексуальным практикам вообще ничего не имеет, кроме того, что она использует базовую сексуальную энергию. Тантра это тело, тра это энергия, здесь нет других партнеров, здесь нет смотрения друг другу в глаза, трогания чужих тел, коллективные оргии, то, что часто слышится, то, что выдают за тантру. Да, и тантра это про познание себя, про соединение в себе двух божественных начал, это инь, янь, шива и шахти, это когда мы становимся целостными. Когда мы становимся целостными, мы берем эту базовую сексуальную энергию через медитации, через мантры, через янтры, через мудры, и мы ее поднимаем до того уровня, пока мы не становимся целостными. И когда мы становимся целостными, конечно, мы начинаем наслаждаться дуновением ветра, мы слышим аромат цветов, потому что мы не думаем о том, как этот пахнет цветок, а мы находимся в теле. История этого всего о том, что в современном мире, это так или иначе, это время эволюции и техногенной цивилизации, техногенного времени этой цивилизации. И у нас, конечно же, мы все планируем, анализируем и что-то, но жизнь, она в ощущениях, она в ощущениях, в тепле, в прикосновениях, в наслаждении, наслаждение каждой минутой. Но если мы в нашем мозгу и мы думаем о том, что почему я не сделал это вчера, что-то не планируем, анализируем постоянно, мы не в этом моменте. И как только мы не в этом моменте, мы не можем жить и наслаждаться тем, что у нас есть. Нам постоянно что-то не хватает, нам постоянно что-то мало, партнер не такой, ситуация не такие, люди не такие. У нас рождаются претензии. И когда мы изучаем себя, собираем все кусочки своего вот этого вот пазла, начинаем работать со своим телом, ваше тело – это ваш храм. И тем самым, собирая по кусочку свою целостность, как только вы ее соберете, вы увидите, вы очень удивитесь о том, что жизнь, она очень красивая, яркая, многогранная и полна удовольствия. Удовольствие не в том, что когда я поеду в отпуск через три месяца, и там я буду счастлив, а потом, когда я приезжаю в отпуск, что-то как-то кухня не та, ожидания не оправдались. Мы постоянно вяжем, как будто бы у нас впереди висит морковка за каким-то счастьем, так и недостижимым. Получается, когда ты здесь и сейчас, что бы с тобой ни происходило, энергия-то когда есть, она же только есть в моменте сейчас, ее нету в прошлом и в будущем еще, да, не наступило. И мы, получается, прыгая туда-сюда, там опять себя лишаем энергии. А когда мы сейчас, вот она энергия. А энергия, друзья, вы очень удивитесь, это наше внимание. И там, где наше внимание, там наша энергия. И люди часто приходят, у меня нет энергии, я не хочу, у меня нет мотивации, у меня нет всего. Откуда она возьмется, если мы как бы не здесь, а мы думаем о чем-то вперед, думаем назад, за что-то волнуемся, переживаем. Мы постоянно эту нашу энергию, сосуд не успевает даже накопиться, там что-то там какая-то энергия пошла, и тут же мы через наше внимание ее куда-то вот... Или как люди, сходят на йогу. После йоги вот тут есть Стас Казаков, вообще великолепный мастер по цигуну, по йоге. И он говорит, слушайте, приходят ко мне люди, я их там полтора-два часа прям качаю, накачиваю, они приходят, глаза горят, все, я прям э-э-э-э, я пошел. Я, говорит, встречаю этих людей, условно говоря, там через полчаса, через 20 минут в кафе или где-то мы пересекаемся, Бали не такой большой. И говорит, я смотрю, глаза потухли, все, ну как бы энергия, то, что мы наработали, вот тут же они 20 минут, 15 минут, полчаса, и все, энергия как бы потеряна. Поэтому помимо того, что энергию культивировать, нарабатывать, ей еще надо учиться управлять, и чтобы это было как бы экологично для вас, для всех остальных. Бизнес, то есть, когда человек базовые вещи не знает, да ему резко деньги на голову падают, да, сколько случаев уже описывалось, как он и как протранжирил, тут же все закончилось, да, так и энергия. Она нам дается, она безгранична на самом деле, ей все пронизано, но мы просто сами тупо ее тратим, неизвестно на что. И наша задача собраться, стать такой полноценной личностью, наполнить свой сосуд и засиять для этого мира, для себя, творить что-то, созидать, а не просто выживать, как часто это происходит. И нам с Константином очень будет приятно, если мы идем по улице, и идут люди навстречу, они улыбаются, они счастливы, они целостны. И другой вариант, когда идем по улице, и все какие-то грустные, несчастные, даже поговорить не с кем, ну вот, просто посидеть, попить чаю, насладиться, обменяться энергией, просто не с кем, потому что там ее нет, и если ты обменяешься... То ты нахватаешься чего-то, то ты почувствуешь такое ощущение. Даже не то, что нахватаешься, а как бы нет корректного энергообмена, просто поэтому мы в первую очередь это видео для вас, для того, чтобы ваши улыбки были на 32 зуба, для того, чтобы свое состояние было приподнятым, радостным, для того, чтобы жизнь, когда ваша жизнь будет красочно, яркая, нам от этого тоже прекрасно, таких людей будет больше. Благодарю, благодарю. В конце концов, эра Водолея наступила, друзья, некоторые об этом говорят, астрологи, так что как бы наслаждайтесь уже процессом и... Пишите, для вас есть интересный подарок. До новых встреч. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова